Чтобы нам лучше познакомиться с формами страдательного залога аориста и будущего времени, давайте вот следую учебнику, посмотрим такой раздел, как предыдущие слова. Просто пройдемся по формам аориста и будущего времени страдательного залога для уже изученных нами глаголов и посмотрим, какие процессы происходят, какие изменения в основах бывают, и вообще, что случается при образовании таких форм. Это будет полезно, чтобы мы осознали, как именно происходят процессы и к чему нам быть готовыми, к чему нам ожидать. Итак, просто давайте по порядку. Сначала, так называемая первая модель, то есть глаголы, у которых основа не претерпевает каких-то существенных изменений. Первый глагол «ко» в аористе страдательного залога, он имеет форму «экустен». А вот здесь «э» приращение, альфа удлинилось в эту, «ку» корень, и вдруг мы видим такую неожиданную сигму. Она есть здесь и есть еще в нескольких глаголах. Так бывает, что перед образующей временем страдателем за залоги добавляется сигма. Она добавляется не очень регулярно, нет какого-то такого четкого правила. Просто знайте, что сигму, вот эту неожиданную, вы можете увидеть. Так как наша задача не говорить по-гречески, не писать по-гречески, это, конечно, была бы хорошая задача и требующая высокого уровня знания языка, но, по крайней мере, пока первая утилитарная задача у нас с вами узнавать, то, вот, посмотрите, «экустен», а «ку» мы все равно здесь можем разглядеть, то есть мы эту форму узнать можем. Ну да, сигму, догадаться, что она там будет трудновато, но помешать узнать она нам не может, поэтому вот на уровне узнавания большой проблем, это какие ставки сигму не представляют. Ну и будущее время, соответственно, «экустесу о май». Видите, без превращений теперь у нас основа, «а-ку», сигма точно так же вставляется, основы аориста и будущего времени страдательного залоги всегда совпадают, суффикс «тес» и первичное окончание среднестрадательного залога «омай». Поэтому «экустен», «экустесу о май». От «ахо май» нет формы страдательного залога, ну и мы с вами упоминали этот глагол, он воористи встречается только в среднем залоге, а у глагола «дунамай» в воористи форма страдательного залога «э-ду-не-тен». В воористи он только в страдательном залоге, собственно, и встречается, ну и его можно назвать страдательным отложительным в воористи. Когда-то у него основа начиналась с эпсилом, которая в настоящем времени выпала, но которая влияет на образование форм, аориста и имперфекта данного глагола, поэтому здесь превращение «э-это», а не эпсилом, как мы бы могли ожидать, «э-ду-н-э», альфа перед образующей временем, как обычно, удлинилась в эту, «э-ду-не-тен». Хотя трансформации многовато, но «ду-н-э» хорошо узнаваема, поэтому форму легко распознать. Глагол «дидаско» в превращении «э-э-дидах-тен». Почему «х»? Потому что «к» перед передыхательной «т» превратилась в «х», ну а «сигма» выпала с «хф», наверное, было трудновато произносить, поэтому «э-э-дидаско» превратилась в «э-э-дидаск-тен». Но, в общем-то, основа всё ещё неплохо видна, и эту форму вы узнаете. Опять же, в будущем времени этого глагола не встречается. У глагола «э-фл» форма страдательного залога не встречается вообще. У глагола «лу-л-л-л-л-тен», «э-л-л-т-э-с-о-май», ну мы уже по один, мы это всё разглядывали. У глагола «пистел-л», всё очень чётко и по правилам. «Э» превращение «пистел-л», неизменившаяся никак основа. И «т-эн». В будущем они встречаются. У глагола «pereomai» — «э» — «прирощение», «pereo», тоже неизменившаяся, снова «ten». Ну, мы с вами уже немного говорили, это можно считать, по примеру, такого страдательного, отложительного глагола. В настоящем времени не имеет формы действительного залога в ауристе, не имеет формы действительного залога, имеет форму, там, среднестрадательного, настоящую или страдательную в ауристе, но там «иду», «шоу» имеет значение. Следующая модель — так называемые слитные глаголы, то есть те, у которых основа заканчивается на гласную, и гласная обычно традиционно удлиняется перед образующей временем. «Aga pao» — «нет в ауристе страдательного залога», но есть в будущем времени «aga pe te somai». Но когда говорили «нет в ауристе», это не в том смысле, что это невозможно, это просто так случилось, что в Новом Завете не встретилось, и те формы, которые не встретились в Новом Завете, вам в этой табличке и не приводятся. Хотя теоретически, наверное, могло бы быть. Будет возлюблен, ну, был возлюблен, теоретически возможная форма, но просто никогда не встретилась. Итак, в будущем времени «aga pe», то есть альфа для него света «te somai» — «aqluteo» не встречается ни в ауристе, ни в будущем времени страдательного залога. Но в отношении этого глагола будьте внимательны, не перепутайте, у него в основе есть «te», которую можно попутать чуть-чуть, если будете внимательны со страдательным залогом. «gennalo» в ауристе «e», «gene», «te», альфа удлинилась в это, и все остальное поправило. «Eperotalo» — помните, такой глагол с приставкой, «ep» — приставка, поэтому «ep», а «ep» — это результат удлинения «epsilon», «ep» — «e», «rote», «te», «te» — «alpha» удлинилась в это, и все поправило. «Eperotalo» — не встречается, «zalo» — не встречается, «zeteo» — встречается в будущем времени страдательного залога, «zete» — «te somai». «Galeo» — вот здесь вот нужно запомнить, что у него в страдательном залоге горит «kale». «Kale» — хорошо видно, поэтому не так, чтобы трудно запомнить. Ну, еще, может быть, как аналогия со словом «eklesia» поможет. Помните? «Ek-k-le-si-a-da». «Eklesia» — исторические, это вызванные люди для того, чтобы участвовать в народном собрании Афин. Новозаветные времена «eklesia» обозначают просто любого рода собрания, и вот это вызванные уже не надо втискивать в значение этого слова, а именно собрание, ну, а контекст уже показывает, какого рода собрания, в том числе и собрание церкви. Но вот эта вот особенность слова, вот корень «kle» помогает запомнить. Ну, или «parakletos» тоже вот от того же самого корня, поэтому в разных вариантах, произошедших от глагола «kle», у слов этот корень «kle» виден. Вот там в числе и здесь «e» — превращение, «kle» — корень «ten». И в будущем времени без превращения просто «kle» — «tesомай». Глагол «aloo» — «el-le-ten» просто удлинилось, это «epsilon-veto», и в будущем времени «la-le-tesомай». Глагол «ho-rao» — это глагол с несколькими корнями. И у него, помните, в настоящем времени форма «ho-rao», в будущем времени форма «op-сомай», и там виден вот этот корень «op» — «p-se» дали «psi», но корень у него «op» в будущем времени, и от этого корня у него образуются и страдательные формы. «Of-ten» — что здесь произошло? «Omikron» удлинилось в «omego», «p» под влиянием предыхательной «c» превращалось в «f», поэтому «of-ten» и будущее «of-tesомай». Ну, здесь теперь «o» не удлиненное, но «p-f» все еще превращенное. Поэтому «op-сомай» вы уже заучивали, и «of-ten» — «of-tesомай». Вот запомните, что у этого глагола, помимо «ho-rao» есть корень «op». Ну, еще, кстати, помните, в аористе действительного залога у него корень «id», поэтому «настоящее время» — «ho-rao», будущее «op-сомай», аористь действительного залога «ei-don», и аористь страдательного залога «ef-ten». Такие глаголы, конечно, не очень приятны, надо много чего запоминать, благо в том, что таких глаголов в греческом языке совсем мало. Но минус в том, что это глаголы, часто встречающиеся. Именно часто встречающиеся глаголы зачастую бывают неправильными. С одной стороны, многократное повторение здесь, конечно, поможет, но прежде чем вы его пережили, вам нужно потратить время и заучить форму. Поэтому «ho-rao», «op-сомай», «ei-don», «ef-ten». Вот этот набор «по», пожалуйста, заучить. «Piripateo» не встречается. «Plero», «e-plero-ten», «plero-te-son-mai». Просто омикро в омику удлинилось, это вот такой наш единственный омикроцветный глагол. «Piripateo» не встречается в страдательной залоге, «Proscuneo» не встречается. «Tereo», «e-tere-ten». Опять же, все по правилам, а большой проблем в данном случае нет. А теперь глаголы с основой на взрывной согласной. Помните, что взрывной согласной взаимодействует с образующей временем «t». «Baptidz», у которого корень «baptidz» и вот эта взрывная «d» зубная превращается в «c». «C», «d», «t», «t». Они примерно все в одном месте образуются, поэтому взаимное превращение легко запомнить. «E-baptist-ten». Ну и будущие баптисты с ума. «Baptidz» не встречается. «Grapho» — это один из немногих глаголов, образующих второй пострадательный аурист. «E-graphen». 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 «E» — образующий времен. «Duxazor». «E-duxasten». «Duxad» — корень. Опять же, «d» превращается в «sigmo». «E-duxasten». Ну, по-моему, хорошо все равно узнаваемо. «Karuso» — корень «каругр». И «g» перед «c» превращается в придыхательное «хэ», поэтому «e» — «карухтэ». Ну и будущий «карухтэсомай». «Lambano» — с корнем «lamb» и «lab». «Lamb» — там «м» появляется, исчезает. Здесь в страдательном залоге она все-таки есть. «B» превращается в придыхательную «f» перед «t» и расстается «e» в «m» в «t». Ну, «a», «e» — это тоже вот поочередовались, поэтому, может быть, чуть-чуть трудновато эту форму узнать, но «um» и «f» — вот это все-таки видны, так что я надеюсь, что эту форму вы сможете разглядеть. «Post r» у «h» у «m» не встречается, «post r» у «h» у «m» не встречается, «sun» — «ago», ну «sun» — приставка «ag", корень, альфа удлиняется в эту, «gamma» превращается в придыхательную «h», поэтому «sun» — «h» — «t». И будущее СОДАХТЕСОМАЙДАВТОМ. Альфа вот не ставшая превращением, хорошо видна. Но ГХ, вот это вот чередование нужно иметь в виду. Запомните, чтобы узнавать форму. СОДЗО с корнем СОДД имеет форму ЭСОТЕН. И здесь немного неожиданная форма. Мы бы ожидали что-нибудь типа ЭСОСТЕН. Ну, так получилось, что СИГМА по каким-то причинам выпала. Тут не вопрос в причинах, тут вопрос в том, что вот это вот нужно запомнить. Ну, СО все еще видно, оно поможет. ЭСОТЕН и будущее время СОТЭСОМАЙ. Ну, пожалуйста, обратите внимание на форму, чтобы вам ее научиться различать. Третья модель. Глаголы на сонорной. Ну, сонорность этих глаголов особую роль играла при образовании АОРИСТа действительного залога. Там не СА, а АЛЬФА использовалась в качестве образующей времени. В страдательном залоге тут не то, чтобы есть какие-то большие проблемы. Но все-таки давайте по этим глаголам пройдемся и посмотрим индивидуальные особенности каждого из них. РТЕН от АЙРО. Что же здесь случилось? Во-первых, у АЙРО корень АР. ЙОТА добавляется только в настоящем времени, это нужно запомнить. Поэтому в всех других временах ЙОТА нет. И если вы запомните корень АР, вам уже полегче. Теперь А, корень АР в АОРИСТе превращается в Р из-за превращения РТЭС. И тут все нормально. В будущем еще легче. АРТЭСУМАЙ. АПОКРИНОМАЙ. Отвечаю. Мы с вами уже немного говорили об этом глаголе. Он не встречается в форме действительного залога. В АОРИСТе он может встречаться в форме и среднего залога. Кстати, очень редко. И в форме страдательного залога, в основном. Имеет форму АПЕКРИТЭ. АПОКРИТЭ. АПОКРИТЭ, да. Вы уже заучивали просто как отдельное слово, потому что вот это вот ответил. Очень-очень часто встречается. Но теперь мы наконец познакомились полностью с этой формой. И да, вот у такого форма формально-страдательного залога. Ну, и вот. Можно будет быть названо страдательным и отложительным. А приставка ЭПЕВРОЩЕНИЕ КРИ. Ну, НЮ выпало. Вот иногда перед образовывающим временем что-то там выпадает. Но КРИ все еще хорошо видна. АПЕКРИТЭН. Будущее время АПОКРИТЭ СОМАИ. АПОКТЭЙНО. У него ЙОТА добавляется в настоящее время и в других временах ЙОТА быть не может. Ну, и здесь еще какое-то вот чередование произошло. Вместо ЭПЕСИЛОН у нас АЛЬФА. АПОКРИСТАВКА. ЭПОКРИТЭНО. КТАН. КОРИТЭН. В этом АПОКТЭЙНО, АПЕКТАНЕ. Опять же, вот это вот чередование КТЭЙН, КТЭН, КТАН. Мы, может быть, и не запомним очень легко. И если бы говорили по-гречески, наверное, сказали бы что-нибудь неграмотное, типа АПЕКТЭН, ТЭН, а не АПЕКТАН, ТЭН. Но для узнавания КТЭН, достаточная форма в эту, скорее всего, вы распознаете. АПЕСТЕЛОН в АОРИСТЕ, у него, опять же, тоже похожее чередование. Вместо СТЭЛ, СТАЛ и одна лямбда, но двойная лямбда удвоенная только в настоящем времени у этого глагола, это еще один глагол, образующий второй аорис страдательного залога, то есть у него тоже нет ТЭ, у него есть только ЭЭ. АПЕ, приращение, стал ЭН. У графа, и у этого глагола, да вот, нет ТЭ. ЭГЕЙРО, корень ЭГЕР, и тут именно от этого корня без ЙОТЭ, которое добавилось в настоящем времени, ЭПЕ, приращение, ГЕРТЭ. Ну, в будущее ЭГЕРТЭСОМАЙ. Видите, теперь неудлиненный вариант. Глагол ЭКБАЛО, ЭК-приставка БАЛ, корень, двойная лямбда в настоящем времени, а в других временах ЭКС, ну, приставка ЭКС в свою первоначальную форму ЭКС перешла ЭЭ, БЛЭТЭ. Да, здесь корень несколько трансформировался, вместо БАЛ, БЛЭ, то есть БЛЛЫ, это соединились, и А вообще вот переставилось и превратилось, ну, перед образующим времени в эту, поэтому БАЛ, БЛА, БЛЭ, да, ну, БЛЫ хорошо видно, да еще и с приставкой, вот, ну, либо вот запомните этот эффект, либо обратите особое внимание на БЛЭ, либо как-то заучите, чтобы потом узнать. ТЭЛ не имеет форму складательного залога. КРИН, ну, мы уже с вами знакомы были с АПОКРИНО, отвечаю, АКРИНО сужу, да, вот, ну, из-за приставки очень сильно поменялось значение слова, но, ну, но, граммор, как морфологические эффекты, те же самые. ИНЮНИЕ, ЭКРИТЕН, ЭКРИТЕСО МАЙ, МЭНО не встречается, ХАЙ РО, ЙОТА добывалось в настоящем времени, ВОУРЕСТЬ ЕЮ НЕТ, ЭХАР ЭН, и это третий глагол, образующий второй ролик страдательного залога, наряду с АПОСТЕЛО и ГРАФО, А ЭХАР ЭН, ну, вот, А так, вот, корень ХАР хорошо видно. Ну, и последний, четвертый набор слов, это какие-то есть разные изменения в основе, ЭПЭХОМА, вот, НЕСКО вообще не встречается в страдательной мзологии, БАУЛА, ну, мы с вами уже обсуждали ЭКБАУЛА, по каким-то причинам, мол, он уж так все классифицировал, что ЭКБАУЛА он вставил в СОНОРНОЙ, А БАУЛА с тем же самым корнем в какой-то отдельный раздел с АБЛАУТА, ну, лучше, конечно, это заучивать вместе, А БАУЛА в данном случае имеет БЛА, ну, или БЛЭ, вот, перед ТЕ. Поэтому ЭБЛЭТЭН, ЭБЛЭТЭСОМАЙ. ГЕНОМАЙ – глагол с корнем ГЭН, ну, это ГИНОМ, ГИНОМ в настоящем времени, ГЭН в других временах, ЭГЭНЭТЭН, ну, ГЭНГЭНЭ, корень вот этот вот, а лишнее ЭПСИЛУ, которое потом удлинилось, здесь добавилось, но ГЭН хорошо виден корень, если вы так хорошо корень ГЭН помните, то эту форму тоже узнаете. ГИНОМАСКО с корнем ГНО, ЭПРОВАЩЕНИЕ, ГНОМАСТЭН, ЭПСИЛУ, ЭПСИЛУ, как ОАКО, помните, СИГМА добавилось, и здесь тоже СИГМА добавилось, ЭГНОСТЭН, ГНОМАСТЭСОМАЙ. ЭХАМАНИ встречается, ХАУРИСКО с корнем ХАУХ, и в АОРИСТЕ, страдательного залога, ХАУРЭТЭ, ХАУХАУРЭТЭ, ЭПСИЛУ, как ОАКО, лишнее добавилось, ну, такое бывает СИГМА, ЭПСИЛУ, какие-то там другие буквы иногда добавляются, но ХАУХАУХАШО виден, поэтому формулу узнаете, ХАУРЭТЭН, ХАУРЭТЭСОМАЙ. ЛЕГО, глагол с несколькими корнями, корень Р, помните, в будущем времени, ЛЕГО, ЭРО, и здесь от того же самого корня, но он немного трансформировался, ЭРЭТЭН, вот, ЭР, вот это вот немного видна, ну, либо разглядите её, либо просто запомните отдельно эту форму. ПИНО с корнем ПИ, в области ЭПОТЭН, ПИПОТЭН, вот ещё одна вариация, и может быть ещё один пол, чтобы что-то заучить, после ХАУМАЙ не встречается. Ну, вот мы с вами прошлись по всем глаголам, ну, как видите, уже довольно много глаголов оказывается изучили, часть глаголов вообще не встречается, во власти или будущем времени страдательного залога тут и переживать нечем, существенная часть образуется вполне по предсказуемым способам и следует нормальным правилам, часть претерпевает небольшие вариации, но эти вариации так невелики, что вы способны узнать эту форму, ну, даже если не способны её совершенно правильно воспроизвести, понадобилось бы её написать, но узнать вы её всё-таки способны, и вот не позволяйте себе мелким вариациям забивать с толку, смотрите на главные детали, главные буквы и так далее, и всего несколько слов, которые, ну, либо там с разными корнями, либо какие-то действительно существенные изменения, пометьте, отметите, может быть, подчеркните, выделите, выпишите для себя эти слова, чтобы эти слова специально заучить. Конечно, объём материала немного ошеломляет и смущает, и кажется уже трудноподъёмным, ну, в утешении я вам скажу, что у нас ещё остался всего лишь один урок, посвящённый вот личным формам глагола, и после этого вот этот урок, перевалим через какую-то границу, через какой-то хребет, и вот эти все вариации в основах, вот эти изменения с добавлением, всё, знаете, всё, все эти многочисленные основы, там, многокоренные, ну, вот всё вот это вот, что действительно может пугать и ужасать при изучении греческого языка, это подходит к концу. Дальше мы будем изучать, там, не личные формы глагола, будем изучать причастие, инфективы и так далее, но всё остальное, что мы будем изучать, будет строиться на этой основе. То есть вот эти вот основы, с которыми мы мучаемся, которые вот действительно изобилие могут смущать, они подходят к концу, поэтому осталось ещё совсем немного продержаться, и дальше вы уже начнёте справляться, а через повторение будете эти формы осваивать. Но пока вот не отказывайтесь от повторения, просматривайте вот эти вот все формы, и, просмотрев все эти формы, да, вот, сразу же помечайте, узнаю, не узнаю, узнаю, не узнаю, не узнаю, это должен звучать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова